Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Хотя вот мне всегда, говоря, вот все свожу к кинематографу, но мне всегда казалось, что есть определенный вот шарм, когда мы смотрим какие-то западные фильмы, триллеры, всегда там герой один, вот он один, вот главный герой, один Клинт Ист в вестерне, один Бельмондо, когда он сражается со справедливость какой-нибудь бандой. А если мы смотрим советскую жизнь, утверждающую кино, обязательно там здоровый коллектив, который вот всей группой, товарищей, вот это казалось каким-то противопоставлением, вот какая-то буржуазная индивидуальность и вот такой здоровый советский коллектив. Как говорили неоднократно кто-то из знакомых, служивших в армии, коллектив одиночку всегда поимеет. Смотрите, почему в коллективе на самом деле получается душевное здоровье крепче, почему увереннее и спокойнее. Да, разделение ответственности, конечно, важный фактор, то есть в общем-то редко бывает, когда за прегрешение коллектива отвечает одиночка. Хотя мы можем вспомнить в Древнем Риме была казнь, которая называлась децимация, когда воинская единица бежала с поля боя, опозорила себя, просто бросали жеребие и казнили каждого десятого. То есть все-таки бывало, что за прегрешение коллектива отдувались одиночки. Но если мы посмотрим все происходящее, делают не только в разделении ответственности, делают еще и в некоем объединении общей идеи. Давайте посмотрим на то, что происходит сейчас, даже не на фронтах реальной войны, а на фронтах войны виртуальной, войны в социальных сетях. Как люди, которые, казалось бы, даже не знакомы друг с другом, как они объединяются. Зайдите в любой текст о войне, видите, в комментариях тоже две сражающиеся армии. И сражающиеся так, я, к счастью, не имел возможности оценить людей на поле боя, но люди в социальности сражаются самозабвенно, и они явно чувствуют себя, потому что есть единомышленники, есть поддержка, и у каждой стороны есть ощущение, что именно ее дело правое. Есть чувство вдохновения, вы замечали это? То есть люди вдохновлены тем, что они отстаивают правое дело, и тем, что у них есть сторонники, что они не одинокие. Потому что когда ты один, усомниться в своей правоте намного легче. Когда ты в большом коллективе, то усомниться сложнее, что не всегда хорошо на самом деле. В группе по предварительному сговору. Да, Вовка. Да, вообще вот, наверное, как бы это сказать? Наверное, мы часто за то, что мы в группе и объединены общим подъемом идей вдохновения, мы немножко расплачиваемся самостоятельностью мышления. Хотя группа творит чудеса, и если есть общая идея, она творит чудеса. Да, есть несколько примеров этому из истории, разумеется. Я помню, была история, когда иранские войска, не нынешнего, древнего Ирана, воевали с Византией. И, в общем-то, ее уже одолевали, отпоевали много территорий Византии, поступали к Константинополю. Но тут, очевидно, упоение победой сыграло плохую шутку, и иранский монарх отправил византийцам в Константинополь такое издевательское письмо с требованием сдаваться. И заодно в письме он прошелся по христианству вообще, по личности Иисуса Христа в частности, в крайне издевательской форме. Это письмо зачитывали в Константинополе на всех площадях. И народ пришел в такую ярость, что они ринулись за стены города, разбили иранское войско и гнали его очень далеко, отвоевали назад очень большую часть своих территорий. Те же люди и уже терпевшие поражение. Но дайте им ощущение, что их ценности поруганы. Вспоминаем то самое знаменитое оскорбление чувств верующих. То есть сейчас в некоторых странах за это сажают, а в некоторых убивают, то в те времена это могло поднять огромное количество людей на борьбу за свое правое дело, за свои поруганные идеалы. И работало. Да. Кроме того, мы можем вспомнить французскую революцию. Вот вспомните, рухнула монархия, остались французские революционеры, народ, солдаты, к тому времени уже изрядно успевшие перерезать своих сограждан в немалых количествах. Вот эти самые босоногие революционеры воевали и сражались, и побеждали. Побеждали хорошие европейские армии на протяжении длительного срока. А это была коалиция практически всех государств Европы против Франции. Революционной тогда шли. Да. Ну, кстати, знаете, когда Франция перестала быть революционной, а стала монархией, Наполеон стал императором, а не лидером свободных людей, тогда все-таки он в итоге проиграл. Хотя его личность, судя по историкам, еще очень вдохновляла особенно преданных ему людей. Ну, вспомнить сто дней даже, когда выходили против него, я привезу вам Наполеона в клетки, и увидев его, не смог сдержаться, господи, кто это был, из французских генералов, близких Наполеона, но переметнулся на сторону Наполеона. Немират или Ней, не помню. Я тоже не помню. По-моему, Мират, может быть, да. Вот. Давайте посмотрим на всякие другие коллективы. Причем этот коллектив ведь не всегда, что интересно, он вдохновляет своих участников, не всегда будучи занят каким-то хорошим и праведным делом. То есть, могут быть коллективы, то, что сейчас происходит, массовое движение волонтерства, помощи украинским беженцам. Ну, вот я лично знаю немалое количество людей, которые отсюда или из Израиля полетели в Польшу на границу с Украиной и работали в волонтерских лагерях. И писали об этом, и действительно вложили в это немало душевных, финансовых и прочих ресурсов. И это тоже что-то очень их объединяющее. Причем людей даже не очень похожих. И вот, знаете, эти люди, интересно, я читаю их тексты, они, с одной стороны, очень сопереживают. Тому, кого они видят, они сопереживают этим разбитым семьям, женщинам с детьми и всем пережившим все ужасы войны. Но в то же время при остроте сопереживания эти люди точно не депрессивны. Они получают очень большую поддержку и в соцсетях. У них есть ощущение того, что не делают доброе дело. И опять их ощущение соратников. Они не одинокие войны, не самураи, сражающиеся до конца где-то в поле среди врагов. Это люди, связанные идеей. И вот это точно не место для депрессии, для острых эмоций, для сопереживания, для слез, наверное, тоже. Но при этом это слезы не депрессии, это не страх, это не тревога, это что-то совсем другое. То есть, в общем-то, объединение какой-то общей идеи, неважно, это детская футбольная команда, или это взрослые люди, чем другим, оно совершенно точно дает подъем. Оно дает вдохновение. Не факт, кстати, вот если опять история нам подсовывает массу примеров. В какой-то момент, вспомним гитлеровскую Германию, люди вдруг понимают, что идеалы, которые они защищали, были неправильными. Люди вдруг понимают, что они были вдохновлены неправильными идеями, защищали преступные вещи. И вот тогда происходят интересные вещи. Или коллектив распадает, все свои защитные механизмы, или коллектив распадается на общество напуганных одиночек, которых терзает вина, страх, кто-то совершает самоубийство, кто-то впадает в очень долгую депрессию, а есть целые страны, впавшие в депрессию, и народы. А для кого-то ощущение некой общности и коллектива тоже дает возможность выхода, сплочения. И в этой ситуации работает не только разделение ответственности, а еще и коллективное перекладывание ответственности. Это очень сработало в Японии после Второй мировой войны. Если в период до начала Второй мировой и в самой Второй мировой японское общество было сплочено идеалами милитаризма, то есть насаждались истории о героических деяниях самураев. Кстати, знаете, знаменитая книжка Хагакура, этот самурайский кодекс есть такая, сокрытая в листве в переводе книжка, которая в общем-то набор историй, рассказов о самурайском духе, о долге самурая, о доблести самурая и так далее. Сейчас она очень часто переиздается и любит цитировать. Вот насколько я узнал, эта книжка когда-то вообще никому не была интересна. Вот во времена, когда всю страну попытались объединить военными ценностями, откуда-то извлекли, растиражировали многократно и всех попытались ее вдохновить. Вот это было время, когда японцев также массово охватила идея о превосходстве японской нации, о ее миссии, потому что они должны нанести удар в запад, потому что они должны отстоять азиатское единство и множество ужасных вещей, которые они творили в Китае и так далее, они были оправданы благой целью и общими идеями. Но как только Япония потерпела поражение, как только на нее обрушились два ядерных удара, как только был чудовищный пожар в Токио, который под бомбежкой союзников, там людей погибло больше, чем в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых, по-моему, без всякого ядерного оружия. Вот когда это закончилось, немедленно сработал такой же коллективный механизм защиты. То есть была выработана позиция, нас обманули, мы японцы, миролюбивый, спокойный, трудолюбивый народ, коварная военщина нас обманула, заставила нас поверить во все это, из-за них произошли все эти ужасные преступления, но мы ни в чем не виноваты. Вот вам тоже интересный пример, где коллектив может сам себя излечить от чувства вины или излечить от чувства депрессии, где не только я раскаиваюсь в чем-то, а мы все, нас всех обманывали, или вот это знаменитое, мы выполняли приказ, как-то было в 17-е весны, жгли СС мы воевали, по-моему, вот так вот. И вот мне кажется, мы сплошь и рядом можем видеть этот мощнейший защитный механизм, как людям свойственно объединяться в коллективы, в чем стихийно, заметьте, в чем совершенно стихийно, вот нельзя сказать, что на сегодня. Есть, конечно, мощные манипуляционные механизмы со стороны средств массовой информации, государства и так далее, но мне кажется, мы сейчас видим, как много людей объединяется неожиданным образом, например, через тот же интернет и соцсети. Помните, была знаменитая арабская весна, когда был поток беспорядков сразу в целом ряде арабских стран, и вот там, по-моему, впервые прозвучало, насколько во всем этом работал интернет. Как люди связывались, соединялись, вбрасывались идеи, вбрасывались, вовлекались десятки тысяч людей, назначались какие-то места встреч, назначались акции протеста, и с тех пор это достаточно успешно используется. Я думаю, что на самом деле, сказать об акциях протеста, выйти на одиночный пикет требуется куда больше индивидуального мужества, чем выйти на коллективную акцию. Я не умоляю чувств людей, которые связаны на коллективную акцию, но согласитесь, что выйти куда-то одному, вот как вышли эти люди в советский в Чехословакии, согласились, что это вообще другая история. Когда в Москве их шестеро было, восемь человек, это не толпа в сотни тысяч, совсем другая история. И в принципе, конечно, они все прекрасно понимали последствия, которые их ждут, другое дело, когда ты можешь спрятаться в толпе, другое дело, когда ты абсолютно выходишь, понимаешь, что у тебя жизнь будет разделиться на до и после. Ну вот, российский известный литературный критик Галина Юзифович еще сколько-то лет назад что-то произошло, что вызвал ее негодование. Там как раз когда собиралось несколько человек сразу, это называлось несанкционированное собрание, несанкционированный митинг, и это привлекало какие-то акции наказания в полицию. Галина тогда, помню, она вышла на одиночный пикет, она попросила, никого ко мне не присоединяться, чтобы не пострадали. И вот, мне кажется, все-таки это такой интерес, что требуется от одиночки быть всегда тяжелее. Одиночки требуют или мужества, а может и некоторые психопатические черты, то есть, может быть, одиночество как результат твоего осознанного выбора и позиции, но мы же с вами знаем, что есть люди, которые в принципе в силу отсутствия эмпатии и плохих социальных навыков просто одиноки не потому, что это их выбор, а потому, что иначе они не могут. И такие люди, ну вот, находят самое вот то, кто-то выходит на пикет или, вспомним, Брейвика, или вот эти все люди, которые периодически устраивают стрельбу в каких-то американских школах или еще это же все одиночки. Это одиночки, которые вот этот мальчишка, который расстрел 19 детей и учителей, его описывают как человека одноклассники без социальных навыков, его описывают как замкнутого, того, которого травили в школе, возможность бы он был как-то встроен в эту структуру школьную общество возможно этих смертей не произошло бы. То есть вот эта система, которая раньше была как октябрятская пионерская организация дружина, там звено класса, давайте там вот к Вакину покажем поддержку, там им займется коллектив, перевоспитаем, возьмем на поруки, это тоже в какой-то степени работало. Коллектив всегда работает. Возьмем Квакина на поруки или все дружно проголосуем за казнь врагов народа, или соберем митинг и подпишем какие-нибудь бумаги, или еще что-то. К сожалению, объединение коллектива и участие в общей, в охвачии общей идеи, это разделяет ответственность, это вдохновение, но при этом коллектив не всегда защищает правое дело, вообще коллектив не всегда прав. И в общем-то те же школы, где кто-нибудь коллектив травит одиночку, это тоже коллектив объединенный общей мерзкой идеей, ощущением вдохновения и какой-то общей близости, потому что есть кто-то, кого бы назначили плохим, а плохой он, скорее всего, потому что он беззащитный и ничего сделать не может. И поэтому так приятно ощущать себя умными, сильными и изобретательными, издеваясь над каким-то одиночкой. Поэтому, мне кажется, то, о чем мы говорим, наверное, быть частью коллектива психологически комфортнее, чем быть одиночкой. Наверное, что быть одиночкой это большой вызов, потому что если ты одиночка, ты прислушиваешься к себе, а к чему ты к себе прислушиваешься, это такой отдельный вопрос у каждого. Ты прислушиваешься к своей совести, ты прислушиваешься к своим эмоциональным всплескам или к каким-то психопатическим тенденциям в тебе есть. Но, в общем-то, одиночкой ты всегда куда больше отвечаешь за свою жизнь. Более того, как показывает история, иногда люди, как те же люди в высшие, по-моему, Чехословакии, сделать выбор отщепиться от коллектива, от колодца и стать одиночкой, это нелегкий выбор. Это очень осознанный выбор и знаешь, ты навлечешь на себя гнев, не знаю, или начиная от товарищей по школе, институту или вот и гнев целой огромной страны, которая против тебя. Как мы говорили, вот фотография человека, который отказался скинуть руку в нацистском приветствии, да? Наверное, люди, которые во времена Второй мировой спасали евреев, те самые праведники мира, это тоже были одиночки. Это тоже были одиночки, которым было некомфортно действовать в общем тренде, как нынче принято говорить, или способствовать охоте на своих соседей, или как минимум стараться не замечать и сохранять нейтралитет. Жанне Слипке все-таки говорят, тоже ведь был контрабандистом, то есть, ну вот, человеком, который шел против закона и в обычной жизни, и, в принципе, вот, поэтому не шел в нога в ногу в общем тренде. Наверное. Наверное. Наверное, если мы говорим о преступниках, тоже люди, принимающие собственные решения и за них несущие ответственность. Кое-то, о чем мы сегодня говорим, такая тема даже не на одну передачу для какого-нибудь круглого стола с философами, историками, психологами, антропологами, потому что сегодня, на самом деле, на протяжении всей жизни мы осознанно или неосознанно делаем выбор. Мы сами по себе или мы хотим быть частью коллектива. Быть частью коллектива нельзя престижно. Если помните, было некоторое время, были люди, которые занимали такую высокомерную позицию, вот эта вот толпа серая, а я не часть толпы, я отдельная личность, я над всеми. нитшанство такое, скажем. Да, потому что нитшанство здесь было абсолютно ни при чем. Тот сверхчеловек, о котором писал нитша, не имел никакого отношения к сверхчеловеку, как мы говорили, нацисты, или к нитшанству в понимании. Где-то была фраза «О бедный нитша, перетолкованный для причавых гимназистов». Я думаю, что обособление себя тоже вопрос. Я обосабливаюсь от людей, потому что это мой моральный выбор. Я обосабливаюсь от коллектива, потому что я не могу принять его ценности, хотя понимаю все минусы своей позиции. Или же я обосабливаюсь от коллектива, потому что мне очень нравится ощущать себя кем-то, кто свысока взирает на толпу и ощущает свою избранность. Но обычно люди, которым нравится именно та самая позиция свысока, чаще это не очень развитые и богатые личности. Чаще это люди, которым очень хочется самоутвердиться именно таким способом. Их отличие от коллектива крайне эфемерно и иллюзорно. Иногда под этим маскируется неспособность влиться в коллектив, отсутствие социальных навыков, что тоже в общем-то. То есть это не их выбор, это маскирующийся под выбор некий дефект, дефицит социальности. Я нужно подводить конец нашей беседе. Мы начали с чего? Мы начали с того, что даже на примерах детей, людей, которые являются частью коллектива, чаще всего чувствуются комфортнее, увереннее и спокойнее, чем одиночки. и мы приходим к тому, что это практически всегда так, за редчайшими, за редкими исключениями, но это совсем не значит, что быть частью коллектива, что быть по определению более правым или более хорошим, чем быть одиночкой. То есть мы всегда на самом деле говорим о некоем постоянном нравственном выборе, который делает человек. принимая какую-то идею, вступая с кем-то в союз или не вступая. Мне кажется, вот даже сейчас то время, которое мы живем, то, что началось еще во время пандемии, то, что продолжаются сейчас эти военные времена, мы все время проходим некий тест на самостоятельность мышления, на независимость мышления и на готовность принимать на себя негативные последствия своих выборов или позитивные последствия. Программа диагноза недели, Резник Мартов, до встречи через две недели. Да, всего доброго. Радио Болтком Редактор субтитров